здравствуйте уважаемые участники здравствуйте александр всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре заканчивается год сюда заканчивается 23 год поэтому сегодняшний выпуск мы хотели сделать таким подводящим итоги года и немного смотрящим а вперед на в год 24 именно об этом мы и постараемся поговорить сегодня с александром в ходе нашей встречи но прежде как мы начнем как всегда вначале это предупреждение о рисках всегда важно помнить о том что торговли на финансовых рынках связаны с рисками с ними нужно ознакомиться разобраться и только после этого переходить уже к работе на реальном счете но о рисках мы тоже говорим много останавливаемся на этом вопросе поэтому поэтому что сегодня тоже мы об этом поговорим как я уже сказал то есть у нас это встреча подводяющие итоги даты сегодня 27 декабря до буквально несколько через несколько дней будет новый год а уже мы войдем в двадцать четвертый год поэтому я со стороны компании также здесь подведу небольшие итоги и дальше поговорим уже не просто о рынках то есть то что было двадцать третьем году и что мы можем ожидать от двадцать четвертого года и конечно же наш гость это александр александр элдер с которым мы проводим данные встречи на каждый месяц и рады приветствовать александра александр присоединяется к нам делится своим опытом и мы имеем возможность учиться у трейдера который на рынке уже много-много лет десятков лет на рынке и как я уже сказал на пару слов скажу про компанию да то есть во первых в двадцать третьем году мы запустили новую платформу которая так как веб-версия платформы в которой можно торговать инвестировать и будем ее улучшать в двадцать четвертом году добавлять различные инструменты для анализа до подключать аналитику для того чтобы нашим участникам нашим клиентам было удобнее как раз это делать а также мы запустили функцию автоинвест который дает возможность устанавливать как раз период инвестиций далее выбирать акции летев и планировать да то есть заранее планируется данное расписание добавили различные валютные пары добавили дробный ETF да то есть по аналогии также как у нас есть fractional shares то есть фракционные акции или дробные акции тоже самое доступно и на текущий момент в ETF мы получили большое количество наград да в этом году и в германии в испании в многих других странах запускали разнообразовательные программы да также в разных странах запустили серию интервью с трейдерами такими как стив ниссон джон болиджер которые можно найти на нашем английском youtube канале именно обязательно там можно посмотреть и почему адмирал 100 мы стремимся быть финансовым центром для наших клиентов которые имеют возможность и торговать и инвестировать и много других функций которые мы будем со временем добавлять для того чтобы создать экосистему где наши клиенты могут пользоваться различными финансовыми продуктами как я уже говорил то есть у нас есть различные торговые платформы и нас высоко оценивают наши клиенты на различных сервисах один из таких сервисов безусловно trust pilot с точки зрения обучения как всегда мы уделяем в компании большое внимание как раз этой части потому что очень большое количество участников приходит на рынок неподготовленными с небольшим количеством знаний по ее если взять европу то в среднем порядка 15 процентов населения стран европейских стран инвестирует а то скорее всего большая часть те кто не инвестирует об этом не знают и мы в своей миссии также видим необходимость этому учить да и поэтому вот александр также мы благодарны что он к нам присоединяется мы делаем различные разборы рынка запустили также аналитический портал который дает возможность нашим клиентам анализировать рынок с точки зрения условий для трейдеров да то есть это безусловно большое количество инструментов от акций до индексов и различных и теев для различные типы плеча да для частных трейдеров да кто склонен к меньшему риску и для профессиональных трейдеров также есть различные градации по доступности кредитного плеча различные платформы и 4 мета трейдер 5 мета трейдеры веб трейдер да и как я уже сказал admiral's platform наша собственная разработка и мобильное приложение но и также помимо этого мы даем большое количество функционал для наших клиентов это и vps сервис и supreme edition которые ширят функции стандарта мета трейдера и в новом году будет еще один релиз но об этом мы поговорим чуть позже а также мы для наших клиентов даем возможность инвестировать да в долгосрок выбирать акции и cf и также большое количество функционала для этого доступно то есть более 5000 акций до различных и теев как европейских так и американских для наших клиентов доступно и конечно в двадцать четвертом году мы будем продолжать улучшать наши сервисы наши продукты и об этом вас будем обязательно держать в курсе о чем поговорим там что было и что мы можем ожидать как всегда в рамках наших встреч перед тем как передать слово александру я делаю такой небольшой скриншот того что сейчас происходит на рынке обычно это дело за месяц а сейчас я делаю это за год среднем ну и кстати вот сейчас на текущий момент мы видим что snp практически практически подбирается к локальным к историческим максимум ну я не думаю что сегодня он может переписать но вполне возможно возможно у нас еще есть три торговых дня но но закрываемся мы близко к историческим максимум по s&p 500 и в целом и видим по ключевым бумагам до которые за год показывали десятки где-то сотни процентов да здесь приведен скриншот как раз по s&p 500 и здесь мы видим то же самое по индексу nasdaq то есть в среднем компании закрывают год в плюсе именно по росту стоимости акций то же самое мы видим и по etf да мы видим что s&p прибавил индекс nasdaq прибавил практически в два раза больше чем s&p 500 и в целом рынок закрывается год закрывается в зеленой зоне что еще важно важно что здесь еще один скриншот от меня это на ну 23 год 22 год фрс активно ну и европа активно боролась инфляцией в целом она выравнивается подходе к целевым значениям которые обозначены в районе двух процентов и мы видим что ну практически 23 год можно назвать годом борьбы с инфляцией назовем это так и как следствие что дело фрс когда инфляция росла это повышение ставок и еще один финальный скриншот с моей стороны как раз чтобы немножко заглянуть 24 год это скриншот с сайта fedwatch tool где есть оценка прогнозов на изменение процент на ставки федеральной резервной системы и здесь мы с вами видим что но у change это если не будет меняться хайк это если будет повышаться и то что будет уменьшаться мы видим в этом столбике собственно в январе мы можем ожидать пока на текущий момент ожидания заложены рынком то что ставка не поменяется и как мы видим начиная уже с мая июня мы видим что все больше и больше вероятность того что она начнет понижаться на то что ее в целом будут повышать пока ожидания практически нулевые что в целом также может дать определенное топливо рынком до для на продолжение роста да то есть чтобы немножко как раз поговорить про на 24 год александр это было вступление с моей стороны как всегда с большой радостью и с нетерпением передаю слово вам и давайте порассуждаем что ну во первых резюмируем 23 год да и поговорим про 24 год 23 год оказался годом бычьем и особенно во второй половине этого года и как вы пока как вы уже указали сейчас рынки подбираются к новым верхам индекс дал джонс уже достиг новых высот рекордных высот высот s&p находится в двух s&p уже как я смотрю особенно на индекс s&p futures они уже превысили предыдущую рекордную высоту но еще не закрылись на более рекордной высоте то есть не как бы тыкают немножко пальцем в небо но еще не закрылись там то же самое с индексом nasdaq с одной стороны это конечно очень позитивно и сильнейшее ралли которое было вот в октябре с конца октября весь ноябрь вот сейчас в декабре главный двигатель это понижение учетной ставки федеральной резервной системы они в мире очень много скептиков я наверно среди них и мы все были удивлены все-таки как быстро федеральная резервная система справилась с инфляционной угрозой в штатах инфляция которая тянулась к шести семи процентам резко понизилась и общие показатели инфляции сейчас меньше трех процентов есть еще один индикатор за которым особенно следит федеральная резервная система это индикатор из которого выброшены еда и топлива потому что они очень волатильные те и другие этот индикатор уже вообще на двух процентах сидит так что на самом деле то что вы сказали повышение учетных ставок не ожидается от слова совсем но вопрос теперь идет о том насколько быстро или насколько медленно федеральная резервная система будет понижать учетный процент просто сказать к примеру скажем года два тому назад если вы покупали дом то вы могли получить ипотеку на на 30 лет на 30 лет без изменения могли получить ипотеку за два с чем-то процента годовых сейчас в конце этого года процент такой ипотеки поднялся до семи с чем-то процентов сейчас чуть-чуть начало опускаться все всех интересует насколько быстро они будут опускать этот процент экономика экономика сильная но немножко начинает сдавать обороты чуть-чуть повышается изработица чуть-чуть совсем и я помню еще полгода год тому назад куда бы я не поехал везде висели плакаты транспаранты требуется требуется сейчас этих плакатов транспарантов уже не вижу но не только учетный процент двигает рынком есть политические всевозможные события и особенно три из них могут сильно повлиять на то что происходит в первую очередь это прямая угроза Китая то есть не угроза а заявление Китая что они собираются взять Тайвань тайванский рынок колоссально просел после этой заявки потому что ощущение такое что все таки страна в которой какое население в Тайване по-моему меньше ста миллионов человек и огромный Китай совсем рядом военизированный ко всему готовый и Тайвань это не Украина они не будут так сопротивляться и если они не будут сопротивляться то Америка особо помогать не будет но это обрушит рынки потому что будут наложены жесточайшие санкции на Китай и это сильно негативно всколыхнет мировую экономику в краткосрочном диапазоне в долгосрочном пошли они нафиг мы сами все построим все сами все сделаем но в краткосрочном диапазоне это будет очень серьезно другой момент это то что в стране в Америке надвигаются президентские выборы и по данным на сегодня четко лидирует Трамп в прошлый раз когда он был выбрал был колоссальный бычий рынок я перед выборами причем я не следил за политикой я следил только за рынком и перед самыми выборами Трампа я закупился и оказался в шоколаде довольно крупной порции посмотрим что произойдет сейчас это жесточайшая политическая борьба его противники сейчас делают все возможное чтобы снять его с гонки если это им удастся то рынок тоже жестко обвалится если Трамп будет выбран я думаю это будет бычьим событием третье событие и третий так сказать ключевой момент опасный момент это то что происходит сейчас на ближнем востоке операция в газе сама по себе а то что вокруг такие лучшие друзья как Иран и Йемен люди с оружием но без особой головы могут развязать действительно жесткую войну и это тоже будет очень негативно для рынка так что возможности кризиса мы не потеряли у нас еще много таких возможностей осталось спасибо Роман вы выставили график который я подготовил для вас и мы сейчас пройдемся по некоторым основным индексам за этот год я определяю их бычьи медвежьи зоны в первую очередь наклоном медленной скользящей средней это синяя линия и мы видим что дау начал год позитивно потом был жесткий спад в марте и этот спад остановился импульсная система перестала быть красной и начался длинный подъем до лета где-то до сентября до августа в сентябре был опять серьезный спад и потом началось вот это замечательное ралли которое очень усиливалось показано с синей стрелкой когда было заявление федеральной резервной системы вот это вот оттолкнуло дау до новой рекордной высоты при этом при этом смотрим на некоторые другие факторы в нижней части экрана вы видите индекс силы кстати красной стрелкой отмечено начало 2023 года и когда я смотрю на индекс силы то накладываю на него конверты и когда индекс силы вылетает за третий конверт либо вверх либо вниз я это называю паникой то есть когда он влетает вниз это паника продаж люди выбрасывают все на рынок пожалуйста все горит заберите это у меня продам со скидкой это конечно происходит на донышках любого рынка когда индекс силы вылетает выше верхнего конверта то это паника покупок сейчас сейчас больше ничего не останется покупая по любой цене дайте дайте мне и это обычно обозначает топ верхушку и мы видим что при том что рынок что дау очень сильно растет происходит паника покупателей и это опасно это указывает на то что эта паника ближе к концу чем к началу посмотрим следующий рынок нефть мы видим был бычий рынок в начале года взлет где-то с июля по октябрь и потом начался с июля по ноябрь по октябрь потом значит сейчас нефть находится в бычьем извините в медвежьем режиме в том смысле что скользящая средняя падает но 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 вперед смотрящие индикаторы указывают на то что медвежий рынок по нефти и нефтепродуктам подходит к концу во первых посмотрите на импульсную систему верхней части экрана мы видим что эти столбики уже окрашены не красный цвет красный цвет пропал зеленый еще не появился но когда появляется зеленый это уже слишком поздно покупать я всегда ищу покупок когда исчезает красный и начинаю искать продажи и продажи накоротка когда исчезает зеленый цвет то есть сигналом является не цвет а потеря цвета потеря красного Это разрешение на покупку. Потеря зеленого – это разрешение на продажу накоротки. В данном случае мы видим разрешение на покупку. И при этом мы видим в нижней правой части экрана была паника продаж. Когда вы действительно выбрасывали нефть и акции, паника закончилась. Так что ситуация очистилась. И считайте меня быком по нефти. Теперь смотрим на золото. График примерно недельной давности здесь. Мы видим блестящий бычий рынок в первой половине года. Потом спад. И опять-таки посмотрите, как закончился этот спад. Была паника продаж. Паника продаж. Люди просто выбрасывают. Золото жжет мне деньги. Пожалуйста, заберите меня. Удешево отдам. Вот это паника продаж. И это указывает на то, что рынок приближается к донышку. Это не то, чтобы точно как гвоздь забили. Определили донышко. Но это очень хороший указатель. Мы в зоне хороших покупок. Что сейчас с золотом происходит? Золото взлетело из этой зоны. Паникеры продали. Серьезные люди закупили. Золото пошло вверх. И пару недель тому назад золото толкнул палец вверх. Скользящее среднее все еще повышается. Поэтому мне думается, что мой взгляд на начало 2024 года. Я бык по золоту. Но очень осторожный бык. Для того, чтобы действительно серьезно стать быком. Я хочу, чтобы золото превысило свой топ в декабре. Это такая довольно опасная фигура. Такой палец к небу. Так что бык, но очень осторожный бык. В отличие от нефти, где построено действительно серьезное дно. Следующий рынок мы посмотрим. Это будет евро USD. Евро доллар. Опять-таки график примерно недельной давности. Потом немножко позже мы можем посмотреть на сегодняшние графики. Мы видим, что в начале года ничего особенного не происходило. Евро доллар колебался в диапазоне. Где-то с августа по середину ноября по мере того, как американская федеральная резервная система возвинтила учетные проценты. А евро задержался с этим делом. Евро стал падать. А сейчас евро вполне догоняет Америку по поведению. Тоже повысились ставки. И поэтому евро стабилизировался и идет вверх. У правого края ситуация бычья. Но необходимо, чтобы подтвердить, необходимо, чтобы евро поднялся выше. Вот вы видите, как бы два таких небольших пальца вверх в последний месяц. Этот рубеж должен быть преодолен. И еще такой взгляд в зеркало заднего видения. Я не помню, как это по-русски называется. Это зеркало, которое на машине. В машине. Заднего вида. Окей. Зеркало заднего вида. Это первый столбец. Это великолепная семерка. Это акции, которые огромных, это акции огромных компаний, которые поднялись гораздо больше, чем рынок в среднем. То есть это были действительно, они были не только огромными, они были лидерами бычьего рынка. Это Apple, Amazon, Google, Meta в прошлом, Facebook, Microsoft, NVIDIA и Tesla. Я не знаю, хотите на них посмотреть, Роман или нет. Да, да, можем посмотреть. На вскидку, может быть, парочку взять. Amazon, например. Если у вас... Один момент. Да. Ну, это Google, тоже очень хорошо, прекрасно. Google, Amazon. Amazon. Да. Это... В общем, похоже. Это... Что мы видим здесь? Мы видим колоссальное ралли в Амазоне, которое началось... Вот этот вот низ, который как бы более-менее в середине недельного графика, это был сентябрь-октябрь 22-го года. И вот весь 23-й год Amazon, Pearl & Work была реакция в августе-сентябре. И, кстати, у меня есть друг, который очень следит за то, что называется, сезональностью рынков. И самые слабые, исторически, самые слабые месяцы в году – это январь и сентябрь. Это месяцы, в которые рынок реже всего поднимается и чаще всего опускается. Поэтому, значит, как раз это совершенно подтвердилось в этом году. В январе был спад, даже в Амазоне. Вы видите вот этот вот хвост, который торчит вверх в декабрьском... В декабре прошлого года. Вот-вот-вот. Вот это вот... То, что последовало, это был январский спад. После этого потом начался обычный рынок. Потом был спад опять в сентябре. И сейчас Амазонка растет, значит, достигла больших высот. Но есть сигналы опасности. Посмотрите на уровень МАСД-гистограммы в центре графика, на ее высоту. Вот какой сильный высоту и ширину. То есть колоссальный бычий напор. Потом это сентябрьское падение, ниже нуля, я называю такие падения, переломали хребет быку. И сейчас товарищ Бейк вылез наверх. Я бы сказал, это не так, чтобы особо был бык, а скорее больше как теленок. Если сравнить эту МАСД-гистограмму с тем, что было летом. И, кстати, посмотрите, вот эта горизонтальная полоска в центре графика, справа налево. Это импульсная система отражается в ней. Она из зеленой стала синей. То есть мы получили разрешение коротить. Разрешение коротить. Которого раньше у нас нескольких месяцев не было. Посмотрите на индекс силы и какая серьезная дивергенция между пиком летним, в то же время, чтобы гистограмма делала свой пик, и пиком сегодня. Опасная ситуация. Опасная ситуация. Может быть, посмотрим на Google на секунду, просто сравнить, похоже это или нет. Открываю. Вау. Я смотрю на недельный график Google. Посмотрите. Высота МАСД-гистограммы в средине этого графика. Недельного. Смотрим на недельный график слева. Потом перелом хребта быкам, который случился в октябре. И сейчас, вот в эту неделю, мы видим, как якобы бык вылез выше нуля опять. То есть акция на новой высоте, на новой высоте. А сила быков, вот эта пупырышка, больше ничего. Как прыщ торчит такой маленький. Все. Но еще продолжает подниматься. Как только гистограмма перестанет подниматься и тикнет вниз, вот это будет разрешение и даже приглашение продавать накоротко. Посмотрите также на индекс силы, на МАСД-линии. То есть Google находится в такой очень неблагоприятной ситуации. Делаю запись для себя, когда закончится наш класс, посмотреть поплотнее на Google. Это не сегодня. Но, возможно, в близкие времена. Едем дальше. Пожалуйста, пожалуйста, Роман. Можно посмотреть тоже несколько мета в Facebook. Да, пожалуйста. Роман, скажите вы про недельный график. Что вы видите на нем? Мы с вами уже столько лет работаем вместе. Смотрим середину графика. Смотрим на высоту. Высоту. И ширину. Да. Это сила быков. Сражает силу быков. Потом перелом. А сейчас товарищ бык лезет вверх. Где? Дайте мне увеличительное стекло. Я посмотрю, где он лезет вверх. Но импульсная система все еще зеленая. Поэтому разрешения коротить нет. Придется ждать немножко. То есть, похоже, что великолепная семерка приближается к очень опасному месту. К очень опасному месту. И надо быть очень осторожным. Давайте вернемся к Powerpoint. И посмотрим, что у нас там дальше по программе. А, следующий момент. Следующий список. Кстати, этот список немой. Я его снял из публикации одной. Goldman Sachs. Крупнейший инвестиционный банк. Опубликовал их мнение. Свое мнение. Какие акции будут претендовать на звание великолепной семерки в 2024 году. Единственная акция, кстати, которая перекочевала из 2023 года в 2024. Это Tesla. Что происходит? Масса компаний электромобилей исчезает, проваливаются. Они все думали, что они будут как Tesla. Но оказалось, что они не как Tesla. Поэтому Tesla становится, с этой точки зрения, меньше конкурентов. Tesla становится такой проверенной маркой. Короче, это единственная акция, которая перекочевала из списка великолепной семерки на потенциальную великолепную семерку в 2024 году. Давайте посмотрим несколько акций из вот этого потенциального списка. Роман, я вам послал, по-моему, несколько тикеров. Да, сейчас их. Можем с Tesla начать? Да. Да, да. Которая как раз перекочевала. Я, кстати, искал этот список, прежде чем подключиться и что-то не мог его найти в своей почте. Список нескольких тикеров, которые я предложил посмотреть. Я помню. Tesla. Tesla достигла рекордного пика еще в 2022 году. И в этом году Tesla была не так сильна, как многие другие акции из великолепной семерки. Был очень серьезный взлет, но Tesla зависла где-то ранним летом, поздней осенью. И вот этот вот пик, который как бы в центре графика, на недельном графике, короче, четверг в июне, да, Tesla вот так и не произошла. И ралли, которые происходят сейчас, Tesla даже близко не подошла к рекордным высотам. Но фундаментально интересная компания не оставляла этот список. Посмотрим. По крайней мере, у меня есть друг один в Берлине. У него есть где-то 200 акций, которые он отслеживает. Он такой мужик веселый. Он говорит, это его гарем по-русски. Гарем или гарем? Гарем. Гарем. Фанлийский гарем. Это его гарем, значит. 200 этих акций, это его гарем. И каждый уикенд он выбирает 5-6-7 кандидаток, с которыми он собирается танцевать, значит, на этой неделе. Ну, он мужик с богатым опытом и энергией. У меня гарем гораздо меньше. У меня это есть штук 7 акций, которые я отслеживаю каждый день. А потом уже есть списки акций, которые я так отслеживаю через день или все. Так что Tesla входит, сказать, у меня в главный гарем. То есть, это акция, на которую я каждый день так глянусь, глянусь. Но меня беспокоит то, что она была настолько слабее великолепной семерки. С другой стороны, закон рынка. Сильные становятся слабыми, а слабые становятся сильными. Поэтому с Tesla глаз спускать не стоит. Я помню, что в списке, который я вам посылал, была компания SEG, S-E-D-G. CDNS. CDNS – это другая компания. А, SolarEdge. Это израильская компания, занимающаяся солнечной энергией и против большое будущее. Я ее закупил после того, как было нападение на Израиль 7 октября. Я, по-моему, даже в ту же неделю, к концу недели купил эту акцию, потому что в панике она упала. Это, кстати, самая низкая атака. Это вот Аня. Нет, не через несколько дней. Вот виден гэп на дневном графике. Вот это вот была атака. После этой атаки я ее закупил, но не на самой низкой точке. И продал, когда она достигла зоны ценности на дневном графике. Зря продал, надо было держать. Недельный график развернулся, уже идет вверх. Вот такие акции имеют смысл отслеживать и иметь в виду для покупки. Акции, которые были побиты. То есть слабые становятся сильными, а сильные становятся слабыми. Другой пример. Посмотрим на CDNS. Кавинс Дизайн. Это американская компьютерная компания. Значит, смотрим на… Недельный график выглядит прекрасно. Дневной график немного напрягает. Дневной график напрягает. И это, кстати, относится к очень многим акциям вот в этом списке возможных будущих. Возможные будущие великолепной семерки. На недельном графике мы видим прекрасные ралли. Как по линейке идет. Причем акция опускается в зону ценности и взлетает выше конверта. Опускается в зону ценности, взлетает выше конверта. То есть перед вами торговая система. Покупаем в зоне ценности. Продаем, когда акция приближается к верхнему конверту. Сейчас эта акция возле верхнего конверта. Ждем, пока она опустится в зону ценности. Между красной и синей с грязящими средними. Будем готовы к покупке. Так что все выглядит очень хорошо на недельном графике. На дневном, к сожалению, мы видим жесточайшую медвежью дивергенцию. Цены бьются головой о потолок. Смотрим на MACD гистограмму. Видим такую грубую дивергенцию. MACD линии, дивергенция. И индекс силы дивергенция. Поэтому, если тот мне сказал сегодня, Алекс, ты должен торговать. Вот сегодня ты должен торговать CDNS. Обязан, да? Иди. Я бы ее закоротил. Ну, для краткосрочной сделки. А так, в принципе, дожидаясь следующего визита в зону ценности на недельном графике. Там, значит, нужно будет эту короткую позицию ликвидировать и смотреть, а нельзя ли закупиться. Спасибо, Александр. Еще было несколько бумаг в списке. Одна из них Intuit. В отличие от CDNS. Схожая и разная. Схожая. Мы видим такую же модель, как мы видели с CDNS. Акция опускается в зону ценности, взлетает к верхнему конверту. Опускается в зону ценности, взлетает к верхнему конверту. Как только вы определяете вот эту модель, вставляете эту акцию в свой гарем и просто берите на заметку, в следующий раз в зоне ценности надо будет закупиться. Так что на недельном графике выглядит прекрасно. Когда смотрим на дневной график, то тут ситуация опасности. Акция идет вверх, как бы сказать, ползет вверх по верхней кромке своего конверта. У меня есть системные трейдеры и есть, я не знаю, как по-русски сказать, трейдеры, которые принимают решения по совокупности индикаторов и моделей. Так я принимаю решения по совокупности, но у меня есть несколько жестких правил. Как будто бы я был системным трейдером. Несколько жестких правил. И одно из этих правил – никогда не покупать возле верхнего конверта и никогда не коротить возле нижнего конверта. То есть, когда рынки – это как маниакально-депрессивные пациенты, акции – это как маниакально-депрессивные пациенты. И я не бегаю сумасшедшими, я называю это. То есть, когда акция, как интуит, интуит находится в маниакальной зоне, лечить я это могу, но бегать за этой акцией я не буду. Поэтому, опять-таки, смотрю на эту акцию и думаю, так, ну посмотрим. Будет спад, несомненно. Когда он будет, я буду ждать встречи. Я вернусь к недельному графику и буду ждать встречи в зоне ценности. И еще одна была акция – это СРМ. Ага. Собственно, это еще одна акция, которая указывает на необходимость высокой доли осторожности. Мы видим, как акция вырвалась на новую высоту и ползет вверх по верхней кромке конверта. Это зона, где я отказываюсь покупать. Этот график просто я бы хотел показать вам как напоминание, что не надо гоняться за ценами. Если, кстати, посмотрите на левую сторону недельного графика, вы увидите, как эта акция бьет по нижнему конверту, бьет по нижнему конверту. Это там, где все такие, так сказать, гении в кавычках, коротят акцию. Потом, естественно, им приходится быстро бежать. А сейчас вот эти вот гении в кавычках покупают акцию. Она дорогая. Знаете, я всегда думаю, надо торговать на рынке как домохозяйка, которая ходит в супермаркет за покупками. Когда что-то на распродаже, она покупает больше. А когда цены повышенные, она покупает меньше. Вот так вот домохозяйка себя ведет практически. А что делает трейдер? Многие трейдеры поступают наоборот. Когда все дорого, будем покупать. А когда все дешево, наоборот, будем продавать и коротить. Вам не надо быть таким. Лучше как домохозяйки. Покупаем дешево, продаем дорого. Спасибо, Александр. Возвращаемся к общему списку. Ну, там еще добавочная табличка получил от одного коллеги. Очень такая горячая тема. Это кибербезопасность. И четыре акции. Ну, это на рассмотрение наших участников. Посмотрите сами дома. Четыре акции компаний, которые предлагают компьютерную защиту компьютеров от различных пакостей. Очень популярный бизнес. Теперь у нас есть блок, где мы подводим итоги конкурса. Да, у нас проходит конкурс, где можно выиграть книгу с автографом Александра. Про правила я расскажу уже в конце, после основной части. И Александр предложил немножко поменять подход для того, чтобы дать возможность нашим участникам порассуждать в ходе как раз вебинара. Ну, точнее, обратить внимание на те позиции. Поэтому сейчас мы представим две позиции по двум инструментам. И мы не будем сразу говорить, какая из них победила, а какая нет. Среди них есть одна акция победителя, другая акция, которая не победила, скажем так. Роман, извините, я вас перебью. В следующий раз, когда у нас будет встреча, я бы даже этого не говорил, что там одна такая, другая такая. Вот показываем две акции. Полный туман. Полный туман. Окей, едем дальше. Хорошо, да. И, собственно, сейчас... Вот я уже начал показывать одну бумагу. И что бы мы хотели, это как раз... У нас будет две... Я уже сказал в этот раз. Вопрос к нашим участникам. Вы видите эту акцию в день входа, да? В день входа. И Роман отметил стрелочками, полосками, линиями точку входа и точку стопа. Не отмечено, к сожалению... Или от... А... Тейк профит здесь был... Настолько высоко, что не достать, да? Да. Чернил у них. Не хватило красных чернил. Поэтому здесь его не поставили. То есть внизу, да, стоп-лосс, сверху тейк профит. Здесь тоже самое. Точка входа на, соответственно, на покупку. Здесь стоп-лосс. Окей. Как вы думаете, эта акция сделает... Покупка этой акции сделает деньги или нет? Вопрос к нашим участникам. Напишите, пожалуйста, в чате. И сейчас мы показываем вторую бумагу. То же самое, только здесь уже отмечен тейк профит с зеленой стрелочкой. Соответственно, здесь по 1.60 вход. 1.40 стоп-лосс. И 2.20 выход по тейк профиту. Соответственно, напишите 1 или 2. Можем сделать так, что какая акция, допустим, заработала деньги? 1 или 2? Слева недельный график, справа дневной график. То есть та же самая акция. Пока лидирует... Имя акции убрано, конечно. Для сохранения интриги. Ну, естественно. Извините, перебил вас роман. Жуткая привычка, которой я научился в Нью-Йорке. 2.2. Пока, судя по всему, лидирует вторая сделка. Но первая не сильно далеко уходит. Ага. Вторая. Скажем так, мнение аудитории разделилось. Показываю еще раз первую. Буквально на 5 секунд. Первая сделка. Вторая сделка. Показал первую сделку, сразу пошли единицы. Окей. Хорошо. Рассказываем, показываем. Первая сделка была предложена по акции Canon. Не Canon, Canon. C-A-N, C-A-N, тикер. И здесь, Александр, как вы хотите прокомментировать? Я, вы знаете, я не вспомню. Я сейчас быстро ищу, чем эта компания занимается. Потому что... А, это сингапурская компания, которая делает железо для компьютеров. Окей. Соответственно, здесь наш участник, ну, лучше видно, на дневном таймфрейме был предложен вход. Да, то есть, вот как раз красная линия 1.60. Стоп-лосс был достаточно близко, по 1.40. Хотя, тот же ETR, мы видим, то есть, я его специально тоже не убирал, он 0.28, да, в данном случае. Цена опустилась ниже. И буквально через несколько дней цена дошла, ну, до тейк профита, ушла еще выше, до 3.30. Но было вот это движение, которое было не предусмотрено в ходе именно этой сделки. Вы знаете, я когда смотрел на нее, я так и думал, что это сделка... Это первая сделка, да? Это вторая сделка. А, это вторая. А, окей. О, я ошибся. Окей. Да, обидно. И вот первая, которая была, которая первая как раз показывала, компания Teladoc. Здесь на недельном, то есть, здесь мы тоже видим вход 19.20, 16.60, стоп-лосс. И то же самое мы видим на дневном таймфрейме. Здесь был вход, стоп-лосс. И акция сейчас продолжает двигаться. То есть, тейк профит там был в районе 40. То есть, это сделка такая, ну, продолжительная. Но, тем не менее, общее направление. И в общем результате это порядка 12 или 14 процентов. Само движение составило. То есть, оно, движение продолжается. Поздравляем. Со своей стороны, также поздравляю участника, который предложил бумагу Teladoc. Я обязательно также напишу, как получить книгу. И также у нас пока еще не все участники получили книгу. Ну, а также я всем на письма отдельно отвечаю. И как только мы книги все отправим, я также отдельно об этом сообщу. Александр, у нас было еще несколько вопросов, которые я вам присылал. Да. Сейчас я посмотрю. Одну секунду. Значит, Камал говорит, спрашивает, какому индикатору вы больше доверяете при поиске дивергенций? Вы знаете, я никак, у меня нет вот такого, что я доверяю этому индикатору больше, чем всем остальным. Для меня, что для меня очень важно, это чтобы несколько независимых индикаторов дали один и тот же сигнал. Вот это сила для меня. Сегодня, когда мы разбирали вот некоторые акции из великолепной семерки, из возможной великолепной семерки будущего, я вам показал несколько ситуаций, и вы можете их увидеть, если вы посмотрите запись этого вебинара. Несколько ситуаций, где и MACD гистограмма, и индекс силы показывали сильные дивергенции. Вот это сила, да. А то, что там MACD гистограмма сильнее, или форс индекс силы сильнее. Когда как, да. Так что комбинация гораздо сильнее, чем любой, любой отдельный взятый индикатор. Второй вопрос был от Антона. При выборе акции для сделки имеет ли для вас значение доля владения институциональных инвесторов? Вы знаете, для меня нет. Я совершенно игнорирую эту цифру по той простой причине, что я краткосрочный игрок. Мой диапазон – это не больше двух недель. Я редко, очень редко держу позицию через два уикенда. Вот так вот, да. Поэтому для такой игры институциональные трейдеры играют очень маленькую роль. Если вы хотите поступить так, как победитель нашего конкурса, купить акцию по 20 долларов и держать ее до 40, по крайней мере, это его план, то в таком случае доля институциональных инвесторов важна, потому что они обеспечивают, они менее нервные, чем частные трейдеры, чем хеджевые фонды, они обеспечивают стабильность рынка. Спасибо, Александр. Роман, я видел там еще какие-то вопросы возникли по ходу нашего вебинара, если вы хотите на них глянуть или нет. Я сейчас их посмотрю. У меня созрел вопрос от себя, раз у нас заканчивается год. У нас вебинар для трейдеров, в первую очередь. Прожив 23-й год, что бы вы себе в начале 23-го года могли посоветовать, уже зная, что произошло? Есть ли что-то такое, что вы особенно отмечаете для себя? Я вошел в 23-й год медвежатником. Потому что в конце, в 22-м году я начал каратеть, это было все очень выгодно. Я вошел в 23-й год. И в марте 23-го года, когда образовалось такое очень сильное дно, я его пропустил. Я думал, это просто такая консолидация, сейчас немножко рынок поднимется, а потом рванет вниз. То есть, я считал, что медвежий рынок еще не вошел в полную силу. И из-за такой предвзятости своей, кстати, великолепная дивергенция в средине рынка, не скажете, а? Было донышко в мае, у нас 22-го года еще, донышко в августе, рынок взлетел. И он летел до зимы. Вот сейчас, короче, когда рынок падал, когда рынок упал, так, это 23-й год теперь, теперь нужно вернуться немножко. 22-й, так, 22-й, вот. Вот январь, январь 23-й. Да, да, да. Я ожидал продолжения этого падения. И я пропустил это самое донышко. Ну, потом пришлось догонять. Но, конечно, были потеряны большие прибыли возможные. Это был, это был, вот я бы себе сказал, подходи к каждому, каждому дню к чистой доске, да, вот так вот. Начинай, начинай каждый день снова. Не приноси вчерашнее мнение. Не неси с собой вчерашнее мнение. Начинай каждый день снова. Это, пожалуй, был бы мой главный совет самому себе на 23-й год. И еще один совет, который я, это, знаете, у трейдера есть, у трейдера есть два главных врага. Жадность и страх. Я знаю, что страх у меня просто отсутствует. И поэтому я, когда уверен в своей позиции, я могу продолжить ее держать, в то время как она против меня идет. Я уверен, значит, я не боюсь. Я не боюсь. И в результате несколько раз понес потери, которые не надо было нести. И поэтому сейчас, значит, последнее, последнее время я очень слежу за тем, чтобы как только рынок идет против меня, достаем пистолет и стреляем ему в голову. Ищем следующую, значит, следующую сделку. Нужно быть гораздо жестче с контролем потерь. У меня есть друг, очень серьезный трейдер, причем начинал с Азов. Когда он прочитал, он терял деньги, терял деньги, прочитал мою книгу, пришел учиться. И мы с ним очень подружились со временем. Очень серьезный мужик. Он был, он изобразилец сам. И был армейским капитаном, заслужился до капитана, уехал в Америку, бизнес все. И стабильно сейчас, стабильно крутит это вот колесо, делает деньги. И он говорит, единственное, что ты можешь контролировать на рынке, это свои потери. Больше ничего. Если держать под контролем, то будешь в порядке. Мне кажется, это очень хорошее напоминание, такое, из года в год переходящее. И важное, в первую очередь, для трейдеров. Спасибо, Александр. Я думаю, что мы поговорили про все, что хотели поговорить и обсудить в ходе нашей встречи. Со своей стороны, хотел бы поздравить вас еще раз с Рождеством, с наступающим... Которым есть буква В. Да, все. Я уверен, могу по словарю проверить. Я вижу теперь, да, печетку. С Рождеством, да, с Новым годом. Пожелать, скажем так, то, что и вы себе пожелали. Я думаю, что это очень хорошее пожелание, подходить, научиться подходить к рынку как к чистому листу, чтобы вот та предвзятость, она уметь его выключать в нужный момент. Ну и, собственно, чтобы рынки радовали волатильностью, которую удается обуздать, что называется. Вы знаете, Роман, меня иногда спрашивают, а зачем ты преподаешь? Почему просто не сидеть перед экраном и вот крутить, значит, этот бизнес? Я всегда говорю, есть две причины. Во-первых, я всегда очень любил учить. Я вырос младшей сестрой и как-то вот с раннего детства я привык как-то быть старше. Старше и учишь, да. Потом в университете я начал ассистировать профессору, мне еще 17 лет всего было. Уже начал помогать. Это одна причина, просто привычка такая личная. А другая причина, я это говорю, проповедь полезна для священника. То есть, когда я говорю, надо это, надо это, надо это, то есть как бы ведется такая проповедь, да, контроль над риском, подойти к чистому листу, то это сильнее откладывается у меня и помогает моей собственной дисциплине. Поэтому спасибо вам за приглашение на эти вебинары, на которых я рад делиться своим опытом и отвечать на все вопросы. И при этом это не только приятно, но и оказывается полезно, даже для самого себя. Так что спасибо, с вами очень приятно работать и я жду встречи в январе. Спасибо, Александр. Спасибо, что делитесь опытом, да, сопровождаете нас на протяжении всего года, да, уже не первый год. И спасибо вам большое. И до встречи в январе. Хорошо. До свидания, Александр. На фотографии, кстати, я называю эту группу, это группа охраны. Они сейчас в другой комнате сидят, чтобы не лаяли здесь. Всего хорошего. До свидания, Александр. С наступающим Новым годом. С наступающим. Уважаемые участники, также в конце нашей встречи хотел напомнить про то, как индикаторы Александра также можно получить. Индикаторы предоставляются бесплатно для клиентов Admirals при наличии реального счета с балансом более 200 евро. Соответственно, для того, чтобы их получить, нужно отправить запрос на почту elder-disc-sobaka-admiral-marquez.com. Для тех, кто смотрит нас сейчас в Zoom, я прикладываю ссылку на почту сейчас в чат. Ну и для тех, кто смотрит нас на YouTube, то вы сможете найти почту в описании к видео. Если вы уже наш клиент, то мы вам индикаторы пришлем. Также будут шаблоны, видеоинструкция по установке. И дальше вы сможете настроить точно так же, как мы только что увидели в своем вебинаре. И, безусловно, если вы еще не являетесь клиентом, но хотели бы им стать, то также напишите. И наши специалисты вам помогут ответить на ваши вопросы и подскажут, как можно стать, собственно, клиентом. Также по поводу конкурса. Вы видели немножко такой новый формат. То есть конкурс у нас проходит уже не первый год, где можно выиграть книгу с автографом Александра. И конкурс у нас такой джентльменский, проходит на YouTube-канале Admirals, где как раз наши участники предлагают одну сделку. И если эта сделка набирает самое большое движение за период от одного вебинара до другого, то есть это в среднем один месяц, то, собственно, этот участник и побеждает. Сейчас расскажу коротко про правила и попробуем в следующий раз в январе тоже в таком же режиме показать две сделки, может быть, три сделки и дать возможность быстренько порассуждать, что там происходит. Что нужно, собственно, для конкурса? Это подписаться на YouTube-канал, поставить лайк под видео, которое вы смотрите, предложить сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. У нас торгуется более 5000 разных инструментов, поэтому всегда, ну, практически всегда можно найти ликвидные инструменты, которые из американского рынка, из европейского рынка или индексы, то это также можно сделать. Предложить цену входа, stop loss, take profit и написать обязательно дату поста, когда вы эту сделку предлагаете. И сделка должна сработать в период до следующего вебинара. Следующий вебинар, здесь я не скорректировал с прошлого, у нас ориентировочно будет 31 января, то есть через месяц. Последняя среда месяца, да, мы всегда стараемся проводить как раз вебинар с Александром. Последняя среда месяца – это ориентировочный срок, до какого можно принять участие в конкурсе. И если ваша позиция, то есть она может длиться день, неделю, может быть, несколько недель, если она открылась, закрылась по take profit, то такие позиции мы как раз передаем по… уже непосредственно смотрим, какие позиции закрылись, и отдаем предпочтение тем, кто закрылся по take profit. Вот сегодня как раз у нас не было таких позиций, то есть вот сделка, которая была по take profit, она по take profit не закрылась, но была плавающая прибыль больше, чем у всех остальных. То есть, и, соответственно, если не будет сделок, который закрылся по take profit, мы смотрим, по которой плавающая прибыль, да, самая большая, отдаем предпочтение ей. И важно, комментарий нельзя редактировать. То есть, если там будет написано, что комментарий изменен, если хотите что-то дописать, напишите дополнительным комментарием под основным, и тогда, я думаю, что это сможем учесть. Но, пожалуйста, не редактируйте комментарии, такие комментарии мы не сможем применять уже непосредственно в нашем конкурсе. Ну, и с моей стороны это все. Спасибо большое, что были с нами этот год. Я думаю, что здесь у нас есть участники, которые, ну, и клиенты, которые с нами не первый год, да, достаточно долго с нами работают, приходят на наши вебинары, смотрят нас также на YouTube-канале. Обязательно поставьте лайк этому видео. Если вам нравится этот формат, нравится наша встреча, то обязательно поделитесь об этом, напишите в комментариях. И всех желаю, всех поздравляю с Рождеством, да, с наступающим Новым годом. Увидимся уже в 2024 году, посмотрим, что он нам принесет. Ну, и, собственно, будем смотреть, какие выгоды из той ситуации, которая будет на рынке, мы сможем научиться извлекать. Всем желаю хорошего вечера, хорошего начала года, ну, и завершения года, безусловно, хорошего. С наступающими праздниками. Всем спасибо и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!